Всем здравствуйте! Ну что, мы сегодня начинаем нашу вторую антикарантинку. Ну и как обещали, пока все потихонечку присоединяются, пишите плюсики, как видно, как слышно. У нас с вами сегодня вторая встреча. Те, кто смотрит с Инстаграма, у вас в шапке профиля есть ссылочка на антикарантинку. Во-первых, там есть запись того, что мы с вами проходили в прошлый раз. Во-вторых, там есть конспект того, что мы сегодня будем тоже проходить. Я говорила уже о том, что мы все это совместили на одной страничке, на одном сайте, для того, чтобы вам было максимально удобно все это искать в одной точке. Поэтому те, кто с Инстаграма, переходите в шапку профиля, открывайте эту страничку, чтобы вам было понятнее, о чем идет речь, и там у нас будет сейчас антикарантинка 2, видео 2, которое вы будете тоже видеть. Вот смотрю видео антикарантинка 1, и будет антикарантинка 2. Итак, сегодня мы с вами будем разбираться с таким важным вопросом, как пространство. В первый раз, в первый день мы с вами разобрались, с первой антикарантинкой мы с вами разобрались с тем, что, конечно же, на период карантина у нас лимитированное пространство. Разобрались с тем, каким образом минимизировать злость, агрессию и напряженность мамы. Разобрались с разными факторами, которые на это влияют. И, естественно, один из важнейших факторов, который влияет на наше настроение, на наше состояние и на то, насколько мы себя чувствуем комфортно или нервозно, это то, как наши дети себя ведут, от этого в очень многом все зависит. Поэтому будем вот так вот поэтапно потихоньку разбираться, как облегчить этот период, и для детей, конечно же, потому что они тоже закрыты в четырех стенах, и сегодня разберемся с тем, как им организовать пространство. Буду говорить вам сегодня полезные вещи, как всегда практика, естественно, не все мы с вами успеваем, у нас с вами тайминг всегда 20 минут, в прошлый раз было немножко дольше, и полная программа, естественно, она более широкая, и вы можете тоже с ней ознакомиться, но сейчас мы тоже разберемся с важными моментами. Итак, как вы думаете? Да, всем привет, все, кто присоединился, привет, в фейсбук тоже привет, но единственное надо проверить, слышно, видно? О, видно! Спасибо, что вы прочитали мои мысли и дали обратную связь. Значит, как вы считаете, насколько грамотно организовано ваше пространство, и насколько комфортно вашим детям заниматься в этом пространстве? О чем идет речь? Речь идет о том, чтобы мы организовали ребенку зонирование, для того, чтобы он мог, проводя время, скажем так, в квартире, в доме, где вы находитесь, натыкаться на периодически, на какие-то полезные штуки, потому что я думаю, что все мы знаем, что дети не терпят скуки, ни один ребенок не терпит скуки. Если ему скучно, что он начинает делать? Он начинает что-то придумывать. Если вы уже успели подсадить ребенка на мультики, то первое, что он будет делать, он будет пытаться занять свой мозг пассивным воздействием. Мультики – это пассивное воздействие, телевизор, мультики – все это пассивное воздействие, потому что ничего не нужно делать, просто отключаем мозг, включаем мультики, и дети вот как в зомби-режиме смотрят эти мультики часами. Так вот, если вы успели приучить ребенка к мультикам, это не очень хорошо, потому что ребенок таким образом не учится справляться со скукой, не развивает фантазию, не развивает воображение, ну и, соответственно, это не является, скажем так, полезным и развивающим для вашего ребенка. Если ребенку скучно, но вы его не подсадили еще на мультики, то что он будет делать? Он будет стараться придумать себе какую-то активность. Если у вас правильно организовано пространство, то эта активность, она будет плюс-минус контролируемая вами в том пространстве, которое вы заранее продумали. Если пространство не продумано, то начинается, как говорится, разнос всего вокруг, то есть ребенок будет рисовать на стенах, ребенок будет делать то, что ему нравится, хочется, потому что он, в принципе, об этом мире ничего не знает. Если он делает что-то не так, это не потому, что он плохой ребенок, а потому что он просто познает этот мир, он исследователь сам по себе, и, естественно, если вы не направляете его, знаете, вот в такие рамочки, да, что вот здесь можно, а здесь нельзя, то ему будет сложно. И на каждое ваше нельзя должно быть около трех альтернативных вариантов. Нельзя там, ну, образно, да, если это маленький ребенок, засовывать пальцы в розетку, зато можно открывать двери ручкой, выключать выключатель, там делать какую-то защелочку и так далее. Так вот, на каждый ваш запрет у вас должны быть предложения, а что же все-таки можно. Потому что если все время нельзя, то вы становитесь радио, мама радио, да, и потом получается такой эффект, мама говорит, а ребенок уже не слышит, потому что вы слишком много ему даете комментариев по поводу и без повода. Так, напомню, что те, кто присоединяется в шапке профиля в Инстаграме, ссылочка на антикарантинку, сейчас там будет у вас конспект, и там есть записи предыдущих антикарантинок, и, собственно, все, что мы с вами проходим, вот эти вот бесплатные наши встречи, они будут все на одной странице, потому что вы путаетесь, вам сложно найти, а так у нас все будет там, там будут и конспекты, и видеозаписи, и домашние задания. Опять же, напомню, что мы подарки будем дарить тоже тем, кто активный, тем, кто меняет свою реальность, реальность своих деток в лучшую сторону, естественно, мы будем вас поощрять, потому что это круто, и сейчас самое время все это менять. Те, кто в Фейсбуке, у вас сейчас будет ссылочка в, ну, непосредственно в Фейсбук, на страничку Фейсбука, и напомню, что там же есть ссылки на вот эту вот бесплатную страничку антикарантинка. Итак, пишите, кто из вас считает, что у вас правильно организовано пространство дома. Мы с вами разобрались, да, с тем, что важно организовать правильно график дня, направление деятельности ребенка, чередовать его, эту деятельность, она должна быть активная, интеллектуальная, потом свободная игра, потому что маме тоже нужно свое время, да, и так далее. Вот это вот все мы чередуем, и для того, чтобы когда у ребенка будет свободная игра, он не разнес вам весь дом на части, важно организовать правильное пространство. Сегодня мы будем именно с этим разбираться. Для тех, кто подключился, повторяю. Давайте начнем с того, какие действия нужно сделать, чтобы действительно у ребенка было правильное гармоничное пространство для развития. Первое, минимизировать телевизор. Кто ставит детям мультики, ставьте плюс, кто не ставит, ставьте минус. Сейчас действительно все уходит в виртуальный мир, и если вы хотите давать ребенку экранное время, то давайте его с пользой. Сидеть с ним и играть 9 месяцев. Ну да, конечно, у вас с любым ребенком будет качественное время, когда вы конкретно ему уделяете время, и будет время, когда у него самостоятельная игра. Чем меньше ребенок, тем меньше он может провести времени сам. А догадовалый ребенок, он вообще с вами связан, он единое целое с вами, поэтому он не сможет много времени без вас провести. Тем не менее, потихонечку вы, организовывая пространство, можете отдалять ребенка на какие-то задачи, увлекать его как бы этими задачами. Значит, первое, минимизируем телевидение. Я понимаю, что всем сложно, 4 стены и все такое, но если вы подсадите за период карантина детей на мультики, это будет большая проблема. Дети, которые подсажены на мультики, они плохо развивают фантазию, они идут по пути наименьшего сопротивления, они не учатся придумывать какие-то новые вещи, у них плохо развивается фантазия, воображение, ну они как опять-таки, да, зазомбированы, ничего не думают в этот момент, а просто поглощают огромное количество информации, которая сменяется с огромной скоростью, и в итоге что потом происходит? Вместо того, чтобы развивать мозг вашего ребенка, вы его наоборот, скажем так, расслабляете, да, и приучаете к тому, что не нужно ни на чем фокусироваться. Такой ребенок идет в школу, и у него начинаются огромные проблемы, потому что нужно фокусироваться непосредственно на том, ну, что говорит учитель, смотреть на скучную книгу, которая не мелькает вообще никак и так далее. А онлайн занятия? Не могу понять именно вопрос, я, видно, что-то говорила, вы по поводу этого сказали. Да, сейчас те, кто в школе, у них будут онлайн занятия, те, кто в садике, у них тоже будет онлайн занятия, но старайтесь не превышать количество экранного времени для ребенка, ну, скажем так, да, там больше, чем, если ребенку более двух лет, не больше, там, часа-полтора. Если ребенку менее двух лет, вообще не рекомендуют многие психологи давать ему, в принципе, экранное время, то есть это негативно сказывается. Но понятное дело, что если сейчас есть экранное время, то лучше занять ребенка в этот период времени полезными играми. У меня, например, оба ребенка, они проходят сейчас математическо-логическую программу, задачи, которые развивают и логику, и математические способности. Ну, в общем, все-все-все, очень крутая программа, я писала тоже об этом, мы купили доступ к ней для двоих детей, и они проходят по 20 минут в день вот эту вот программу. Чем занять ребенка в три месяца? Смотрите, давайте так, если мы говорим с вами про практику, практику я просто физически не в состоянии вам дать на вот этих вот тренингах, поэтому практика – это практические курсы, они всегда у вас есть для детей от 0 до 12 месяцев, там полные практические курсы для детей от года до 6. Сейчас мы говорим с вами больше, да, о тех вопросах, которые вас чаще всего волнуют. Вот сейчас мы будем разбираться с этими. Смотреть телевизор вместо мультиков онлайн занятия. Не надо смотреть вообще телевизор вашим детям, потому что сейчас у них как минимум будет уроков там 2-3, а это значит уже час или полтора часа экранного времени. Берегите зрение, берегите глаза ваших детей, ну и естественно не подсаживайте их на все вот эти вот штуки. Если уже экранное время, то оно должно быть полезное. Кому интересно, можете написать мне в личку в Инстаграме или в Фейсбуке программа, которой мы пользуемся, очень прикольная. Итак, минимизируем ТВ, увеличиваем количество музыки, меняем телевизор и заменяем его на музыку. Почему? Я, опять же, готовлю сейчас новый курс для вас по поводу музыкального развития, потому что мы с детьми занимаемся уже 2 года по этим методикам, и очень крутой результат. У детей хорошо развивается слух, это значит, что у них хорошо развивается речь, у них хорошо развиваются способности к иностранным языкам и многим другим вещам. О, в Фейсбуке скинули ссылку на страничку антикарантинка. Вот там будет все вот эти вот материалы, бесплатные тренинги, конспектики и все-все-все, что есть. Катя 5 лет, просит постоянно с ней играть. Да, естественно, если ребенок, ну, опять же, да, там, один, не двое, не трое, то он периодически требует определенного времени. Ну, мы с вами говорили в прошлый раз, что мы делим то время, когда мы качественно уделяем ребенку время, да, то есть мы напрямую направлены на него, контакт глаз, тактильный контакт, ваше внимание полностью на ребенке, не на телевизоре, не на телефоне, не на работе, не на сковородке, а на ребенке. Такое время должно быть, да, это может быть 10 минут, это может быть 20 минут занятий, например, пока мои дети занимаются логикой и математикой, конкретно мое внимание с ними. Но дальше ребенок должен проводить время сам, потому что вы-то тоже в этой истории существуете, и вам тоже нужно время, какие-то задачи свои там или еще что-то поделать, поэтому дальше вы отгораживаетесь и говорите, что сейчас у меня полчаса моего времени, ты занимаешься тем-тем, и для этого мы сегодня будем разбираться с пространством. Развивающие мультики, например, овощи, звуки животных и так далее, ребенку в год. Не надо ребенку, в принципе, включать большое количество мультиков, я против мультиков, я вам скажу честно, потому что, ну, там много факторов, которые влияют негативно, то есть есть миллион дел, которые нужно заменить. Дальше, сделаем пространство для физических тренировок. Я думаю, что в прошлый раз мы с вами разобрались с тем, насколько это важно, чтобы ребенок скидывал эту негативную энергию, которая накапливается от заключения, от невозможности в прошлый раз. Простите, все попадало, потому что я подпрыгнула. Простите. Сейчас вернемся. У меня тут просто такая конструкция. Так, значит, пространство для физтренировок. Мы тоже с этим разобрались. Сегодня покажу, какие штуки могут быть дополнительные для того, чтобы тренироваться физически. Должна быть зона для чтения. И ставьте плюс, у кого дети читают. Вот у кого дети любят читать, это супер. Потому что с 6 месяцев вы можете приучать ребенка к активному чтению. Сейчас прям покажу вам книгу. Сейчас, секундочку. Вот эта вот книга, с которой мы, например, с нашими 6-месячными детьми начинали, в принципе, все обучение и чтению, и английскому, и так далее. Вот у нее жесткий переплет. Толстые страницы, их можно грызть. У нее на каждой страничке есть сенсорные такие штуки, которые можно пощупать, потрогать. Я думаю, что у каждого из вас есть такие книги. И как минимум с 6 месяцев вы начинаете включать ребенка в этот процесс, чтобы он полюбил чтение. Потому что, смотрите, чтение через глаза, развитие зрения, во-первых, очень важно. Во-вторых, умение читать и воспринимать информацию. Через глаза и через уши мы с вами воспринимаем огромное количество информации об этом мире. То есть, что важно? Чтобы ваши дети развивали вот эти два канала очень хорошо. Слух, это то, что мы говорим, да, и то, что я сказала, что лучше мультики заменить музыкой, большим количеством музыки. И вот те, кто у нас в практическом курсе, я просто знаю, что у нас сейчас здесь сборная солянка, поэтому вы скачивайте просто музыку, обязательно скачивайте Сузуки музыку, потому что она развивает тонкий музыкальный слух. Она у вас есть в программе. Если кто-то чего-то не может найти, пишите администратору. Добавляйте классику в ежедневную жизнь своих детей. Добавляйте английские песенки. Это тоже очень круто, потому что ребенок, у него прописывается карта языков. Он слышит, и он начинает понимать, где какой язык. У него этот язык начинает запоминаться, как это работает. Нейронные связи, два нейрончика, да, вы повторили какое-то слово или что-то, у него происходит связь нейрон с нейроном. Они связались, у них получается такая, скажем, нейронная связь. И даже если ребенок какое-то количество времени что-то не будет там учить потом, да, то нейронная связь уже есть, да. Если ты ее не используешь часто, она уже не толстая, а становится тоньше, тоньше, тоньше. Но она уже есть. Ребенку будет легче изучать иностранные языки, если он их слышал в детстве. То есть вот такие вот книжечки, чтение, оно важно. Но что такое активное чтение? Кто знает, ставьте плюсики. Активное чтение, когда ваш ребенок физически, через тело, через руки, через ощущения, задействован в процесс обучения. То есть он обязательно должен переворачивать страницы, стучать, шуршать, трогать, трогать нос, руки, голову, все остальное. Вот тогда это чтение будет крутое, веселое, классное. Потому что если вы усадите ребенка и говорите, я его сажу, он убегает, я его сажу, он книгу выдирает, я его сажу, он там не хочет, да. Естественно, потому что вы должны быть интересными для ребенка. У вас должны быть динамичные занятия. Настолько динамичные, у вас должна быть мимика. Вы должны менять голос, там, как говорит там поросенок такой, там поросенок всякой, как волк говорит и так далее. Тогда ваш ребенок будет включен. И обязательный, важный фактор – это тело, тело, которое включено в эти процессы. Далее, с какой возраста станет активная спортивная горка? Нам 7,5 месяцев. Мальчик, с 6 месяцев вы можете использовать ее активно. До 6 месяцев вы использовали трек, который идет вниз, потом с 6 месяцев вы используете горку подверг. Если вы в курсе, в практическом, то у вас эта информация есть в видеообзоре, в видеотренировках. Там есть видео, когда моя малышка ползет на горку в 6 месяцев. Это все у вас есть, и по спортивным комплексам сегодня тоже буду говорить. Итак, что мы делаем? Делаем зону для чтения, зону для творчества. Пишите мне, пожалуйста, у кого есть зона для чтения? Ой, сейчас попробую так подвинуть, чтобы ничего не упало. Какую музыку лучше? Музыка Сузуки, музыка классика, любая адаптированная музыка в зависимости от возраста вашего ребенка. Музыка качественная, да? Вот, например, та же скрипка, она очень сложная музыка, но она развивает настолько тонкий музыкальный слух, что у детей вообще проблем с изучением языков нет. Запоминают моментально, запоминают очень быстро. И тут еще тоже связано это все с интеграцией рефлексов и с тем, как мозг обрабатывает информацию, полученную из ушек через слух, да, и из глазок. То есть мозг, он же контролирует все полностью. И когда мы занимаемся вестибулярной программой, вестибулярным аппаратом, развитием баланса в частности, да, развитием мужичка, то у ребенка параллельно, так как вестибулярный аппарат находится рядом со всеми другими органами чувств, у ребенка параллельно развиваются все остальные органы чувств, он будет лучше воспринимать информацию. Если вы занимаетесь развитием зрения у ребенка, да, ребенок легко переключает, мозг контролирует мышцы, мышцы глаз, в частности, в том числе, почему я все время говорю про интеграцию рефлексов, и мозг хорошо контролирует глазки, ближнее зрение, дальнее зрение, глаза ребенка не устают, и это значит, что в школе он будет подготовлен и, собственно говоря, ну, готов к этому процессу, да, учебы, когда надо тетрадка, учитель далеко, дальнее зрение, тетрадка, боковое зрение и так далее. Концентрация внимания – это невероятно важная штука, это та штука, у которой есть пролет, потому что, смотрите, если вы ставите мультики ребенку, у него уже могут быть проблемы с концентрацией внимания. Если вы ставите мультики и за вашим ребенком вы наблюдаете, что он плохо там фокусируется, не можете его усадить, да, маленькие дети быстро переключают внимание, поэтому вы должны готовить разное интересное деятельность. Если это 10 минут, у вас могут быть 5 заданий по 2 минуты, зная, что ребенок не будет сидеть долго. Есть иногда занятия, на которые ребенок может много времени провести. Значит, ну, это что касается фокусировки внимания. Так вот, слух тоже напрямую связан. Если ребенок слышит кучу шумов, парта ерзает, где-то там одноклассники разговаривают и рассказывает учитель, то ребенок будет плохо учиться, ему будет сложно. Вот здесь вот как раз мы говорим с вами о фокусировке, интеграции рефлексов, и здесь нужна физическая активность. Правильно, физическая активность, принцип МП. Я думаю, что вы уже все об этом слышали, и обязательно надо включать это. Дальше. Зонирование. Возможности для самостоятельности. Сейчас посмотрю ваши комментарии. Какие занятия советуете в 10 месяцев? Занятий много. 870 упражнений, которые обязательно для любого ребенка, потому что, ну, особенно в первый год формируется очень большой объем мозга. В любое время ставите музыку утром. Значит, приучите себя ставить музыку в те моменты, когда у ребенка, вот знаете, какая-то параллельная деятельность. Например, ребенок ест, можно поставить тихонечко какую-то классическую музыку. Ребенок рисует. Тоже может быть классическая музыка. Вы знаете, музыка спасает, если вот вы проснулись, ужасное настроение, ну, ничего не хотите делать, ни сил, ни вдохновения. А ребенка-то развивать надо. Поставили правильную музыку. Все, ребенок развивается, у вас на душе спокойно. Я правильно организовала пространство. То есть, зачем пространство организовать правильно? Да чтобы, когда вы просто не можете, или вы не в ресурсе, или не хотите, то ваш ребенок все равно развивается. Вот это наша задача. Не просто быть аниматорами с утра до ночи. А здесь есть силы, дали ребенку качественное время. А здесь сил нету, но окей. Поставили здесь, и здесь пространство организовано, и такая-то зона, такая-то. а ребенок сам развивается, и при этом с пользой. Это ребенок, который занят интересными вещами, а не просто он разносит ваш дом, а вы еще сильнее злитесь, и это просто вот такое, знаете, по кругу все происходит. То есть, ну, это реально оптимизирует очень ваше время, ваши нервы, силы и все остальное. Не может начать ползать, это вам в практический курс, конкретные упражнения, отработка определенных групп мышц. Значит, сто раз слушаю, это уже от вас, мне все мало и мало, прям каждый раз мотивирует снова и снова. Вы знаете, это такой постоянный процесс, даже я знаю очень много, я все время вспоминаю какие-то новые штуки. И знаете, почему это важно? Потому что когда мы с вами в коммуникации, когда есть единомышленники, то ты это вспоминаешь, и тебя это мотивирует. Вот так оно и работает. Идем дальше. Возможности для самостоятельности. У кого организовано дома пространство правильное для ребенка, для развития его самостоятельности? У кого есть маленький столик, маленький стульчик, на котором ребенок может сам поставить свою тарелочку, чашечку, на котором стоит бутылочка, ребенок может подойти сам взять бутылку, попить, не трогая маму. У кого есть подставочка для умывальника, пишите, пожалуйста, это все дело, потому что это важно, давайте будем в коммуникации. Значит, подставочка, чтобы ручки помыть, крючочек, на котором висит полотенечко низенькое, чтобы ребенок достал. В общем-то, дом, который адаптирован под человека, только маленького. И это важно, потому что, вы понимаете, если это все организовано, ваш ребенок не зависит от вас. Независимость дает уверенность. И это не просто, знаете, вот там ребенок может сам, и это классно. И некоторые говорят, а, вырастет, научится. Да, научатся когда-то все, но чем раньше они этому учатся, тем более уверенными, целеустремленными, такими, знаете, вот четко понимающими, чего они хотят, дети становятся, потому что ребенок не чувствует свою беспомощность. Если он беспомощный, вот если он может сказать, мама, дай пить, мама, дай есть, мама, помой, мама, пописай, мама, покакай, то вы же понимаете, что этот человек, он зависит. Вот представляете себе себя, зависящий от другого какого-то великана, без которого вы не можете ни поесть, ни попить, ни пописать, ни покакать, ни руки помыть. Это страшно на самом деле. Это конкретный лимит ваших возможностей. Так вот, именно так себя чувствует ребенок, у которого нет правильного пространства для развития самостоятельности. Стола нет, еще остальное вроде более-менее, отлично. Ничего нет, кроме стульчика для кормления. Так вот, смотрите, вы сами делаете ваших детей зависимыми от вас, поэтому обязательно нужно организовать то пространство, которое позволит быть ребенку самостоятельным. Игрушки для свободной игры – это те игрушки, которые находятся в свободном доступе. У вас, в принципе, все игры ваши делятся на те вещи, которые в доступе. Это нижняя полка, на которую ребенок может в любой момент открыть, доставить все, что ему нужно. И те, которые без доступа. То есть это где-то туда вы складываете повыше, другие игрушки, и как только вы их будете доставать через неделю, две, три, у ребенка будет эффект новизны. Вау, я такое давно не видел, потому что, ну, опять же, забывается. Поэтому, если вы вот так вот разобрали это все дело и меняете периодически эти игрушки, во-первых, вам не придется убирать такое количество бардака, который происходит в процессе игры ребенка, когда он играется, да, это первое. Второе, вам не придется покупать такое количество новых игрушек, потому что все время будет присутствовать эффект новизны. Ну, много факторов, на самом деле, влияет на это. И на это и ребенок, вы помните, да, что сензитивное восприятие порядка, кто это помнит, ставьте плюсики, кто не помнит, минусы. У ребенка формируется до трех лет. То есть то, как организовано ваше пространство, повлияет на то, как ребенок, в принципе, воспринимает этот мир. И знаете, почему это невероятно важно? Да, всем привет, кто присоединился. Напомню тем, кто присоединился сейчас, переходите в Instagram, шапка профиля, бесплатные антикарантинки. Это сайт, на котором будут все вот эти вот наши материалы касательно наших с вами бесплатных антикарантинок, конспекты и все материалы, которые к ним подключены. Facebook у вас в чате. Периодически модератор, пожалуйста, скидывайте в Facebook, потому что те, кто присоединяются, они не видят вот эту бесплатную антикарантинку, не могут на нее перейти. Так вот, почему важен порядок? Потому что, когда вы учите вашего ребенка раскладывать и структурировать игрушки, это машинки, это книжечки, здесь лежит что, здесь лежит это, ваш ребенок учится структурировать это все в своей голове. И это значит, что в дальнейшем он сможет структурировать любую информацию, которая поступает к нему. Да, там математика, окей, там здесь по полочкам разложили, там биология, вот сюда, вот так. То есть, это невероятно правильное, знаете, вот как полочки, которые вы создаете, это невероятно правильный формат, который вы закладываете, это привычка, которая приходит с молоком матери и которая невероятно важна в дальнейшем процессе обучения. Поэтому, пожалуйста, эфир, еще раз напомню, эфиры все есть. Вам надо зайти в шапку профиля в Инстаграме. Эта ссылка активна, только когда у нас идет антикарантинка, поэтому сейчас все переходите туда, делайте ее страницей быстрого доступа. Этой ссылки не будет, когда закончится наш с вами эфир. И чтобы быстро получать всю информацию на одной странице, мы сделали для вас страницу со всеми бесплатными антикарантинками, конспектами и со всем остальным. Поэтому, пожалуйста, прямо сейчас переходите по ссылке, сохраните ее, вы в любое время сможете на нее нажать и все пересмотреть. Мы будем добавлять туда всю эту информацию. По поводу стола, значит, смотрите, когда ребенку год плюс, вы уже можете думать о столе. Потому что ребенок год плюс, он уже, в принципе, начинает заниматься. Он рисует, он лепит, он занимается другой деятельностью. И, соответственно, если у него нет этого пространства, ну, поначалу вы можете заменять это стульчиком для кормления. Но, в принципе, потом у ребенка должно это все быть. Это важно для формирования его уверенности, целеустремленности и многих других вещей. Так, идем дальше. Значит, игрушки для свободной игры должны быть в доступе, и все остальные спрятаны. Порядок на полках, порядок в голове, помните это. И вы знаете, вот какой мой принцип, какой мой подход вообще к порядку в доме? У меня не всегда идеальная чистота, скажу сразу. Вы поймите, что нельзя все успевать. Вот невозможно успеть полностью все. Если вы хотите успеть все, то это нереально. Но нужно расставить свои персональные приоритеты. Вот мои персональные приоритеты, чтобы все вещи были на своих местах. То есть у меня, ну, очень редко можно увидеть такой вот полнейший бардак, да? Ну, если там мы, конечно, не приехали с какой-то поездки и три дня разбираем чемоданы. Все вещи на своих местах. Но, например, я знаю точно, что я ту вещь найду на этой полке. Она может быть не идеально сложена. Вот на это у меня может не хватить времени, но она точно будет в том месте, где надо. И это помогает, на самом деле, очень серьезно это все, ну, скажем так, фильтровать и складывать. Идем дальше. Зонирование. По поводу зонирования зон, которые вы можете делать. Зона для самостоятельности, зона для чтения, зона для творчества. Зона для творчества может выглядеть, как маленький столик с карандашком. Они не карандашики, они пастельки должны быть. Из годовалого возраста это все можно делать. Почему пастельки? Они тупые на краюшках, ими нельзя там травмироваться. Это не карандаш острый. Ими нельзя слишком сильно попортить ни диван, ни там одежду, ни стену. Ну, и, соответственно, ребенок может иметь их в открытом доступе. Бумажечка, на которой можно рисовать. И вы знаете, старайтесь не лимитировать ребенка бумагой А4. Старайтесь давать ему больше бумаги. Это может быть рулон какой-то там обоев, который приклеен там на весь стол, и ребенок может в любой момент подойти порисовать. Это может быть ватман, приклеенный на шкафу, на зеркальном шкафу. У меня, например, все время эти ватманы находятся и так далее. Творчество, конструкторы. Все это тоже должно быть в доступе, должны быть микформерсы, лего. Вот эти вот все штуки, они полезны для того, чтобы ребенок в любое время, когда он захочет, мог заняться, надолго причем заняться лего. Дети могут заниматься долго, особенно если вы их приучили к этому процессу. 30 минут ребенок может заниматься лего, и это ваше время. Вот мы всегда думаем не только про детей, про их развитие, но и про себя. Мне нужно мое время для восстановления ресурсов и всего остального. Полки открытого и закрытого доступа, то, что я сказала, и обязательно зона спорта. Стену ими можно хорошо попортить. Ведь вы имеете в виду пастельками, ну, если ребенок очень постарается, то, да, ну, смотря какая стена еще. Наверное, можно порисовать, конечно, стену и пастельками, но это лучше, чем фломастеры. И, вы знаете, всегда нужно ребенку на каждое нельзя, говорить можно. Нельзя рисовать на стене, это правило, но можно рисовать на доске, можно рисовать на ватмане, можно рисовать вот здесь. Вы понимаете? Если вы не учите ребенка, не показываете альтернативные варианты, что происходит? Учить ребенка альтернативным вариантом, это невероятно важно, потому что вот он стал, вот это проблема, да, вот он с ней идет, 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 бах, он с ней столкнулся. Если у него только один вариант в запасе, вот я знаю, только один вариант, он уперся и не получается. Все, один вариант не срабатывает. Все, сел, если это взрослый, это депрессия, это какие-то там стрессы, все остальное. Если это маленький ребенок, он сел и просто ничего не делает, или сел и плачет, не вопрос. А если вы ему говорите, ну хорошо, нет такого варианта, но есть вот такой вариант, можно так обойти, а вот еще вот так, а еще такой. Вот когда он маленький, ему год, вы предлагаете варианты, когда ему 2 года плюс, вы уже его вовлекаете в эти процессы, потому что 2 года плюс это ребенок, который разговаривает уже фразами. Если это не так, значит что-то идет с задержкой в развитии, на самом деле, ну как бы многие родители не считают, что если ребенок в 2 года не говорит, что это есть какая-то проблема. На самом деле, ну реально, объективно, это для вас конкретный сигнал того, что вашему ребенку недостаточно возможности для развития, и это да, это сигнал к тому, чтобы вы об этом задумались. В полтора года, в 2 года ребенок начинает разговаривать фразовой речью, то есть клеить несколько слов одновременно в одно предложение. Если это не так, больше упора на мануальные навыки, больше упора на мелкую моторику, на развитие слуха, о котором мы с вами говорим все время, опять же, да, на прослушивание музыки и на многие другие факторы. Потому что оно все очень сильно связано. Вообще в развитии нет ничего того, что вот просто происходит независимо и отдельно от всего общего процесса, да. Оно все начинается с семьи, с отношений мамы и папы, с той философии, которая у вас есть в семье и так далее. Так вот, в 2 года плюс вы просите ребенка придумывать тоже с вами идеи, а как можно решить эту проблему, и это реально очень круто. Есть упражнения, которые вы даете, например, да, там какой-то предмет даете и говорите, а что можно с ним сделать? И вот поверьте, вы проиграете в этой игре, потому что у вашего ребенка еще нет такого, знаете, узкого мышления. У него широкое мышление, крутое мышление. Он придумает вам 100 миллионов вариантов, что можно сделать с рулончиком туалетной бумаги, да. И это надо поощрять, очень здорово поощрять, потому что это развивает мышление, развивает логику. Так вот, по поводу альтернативных вариантов. Учим ребенка находить разные варианты и в том числе, да, объясняем, что если нельзя рисовать на стене мелками, то можно здесь. Если вы не будете запрещать многое вашему ребенку, и у вас будут четкие границы поведения, это касается жизни, здоровья, безопасности и некоторых социальных норм, вот сюда заходить нельзя, извини, но это запрещено, а внутри у вас будет максимальная свобода, то эта личность будет развиваться максимально круто. И вот здесь вот вы с ним начинаете общаться и коммуницировать, и вот здесь вот будет вопрос того, насколько вы умеете создать вот эту эмоциональную связь с ребенком, и насколько у вас сотрудничающее отношение, хочет ли он с вами сотрудничать, идти к вам на уступки, а это возможно только при том, что вы на него не давите. Вы не говорите вот нельзя и все, а вы говорите, ну можно вот так, можно вот так, можно вот так, а давай еще придумаем вот так, о, отлично, здорово. То есть вы советуетесь, вы его поддерживаете, вы раскрываете его маленькую личность, и это важно, но при этом эта маленькая личность четко понимает, где границы поведения. И за неправильное поведение есть наказание. Наказание какое? Не унизить, не побить, не унизить, не оскорбить ребенка, а дать ему возможность подумать и достать его из процесса игры, например, да, мы, если это интересно и актуально, я могу тоже об этом рассказать на нашей следующей встрече. А музыку из мультиков можно или обязательно классика? Нет, конечно, можно любую музыку, просто классика это сложная музыка, и классика круче развивает слух, но музыка должна миксоваться, не обязательно классика, только одна единственная. Но если музыка из мультиков, то, пожалуйста, спускайте экранчик, чтобы картинка мультика не бегала перед глазами. Пускай будет музыка, я, например, тоже даю и на практике очень много мультиков, но эти мультики мы не просматриваем, мы их прослушиваем. То есть вот эти вот все песни, там, I'm a dindle dindle scarecrow, все вот эти вот песни, да, они классные, крутые для развития слуха, музыкального слуха ребенка и так далее, но их не надо смотреть, их надо слушать. Вот это то, что мы с вами должны сделать. Ссылка на антикарантинки, ее никто не скидывает, если вы в инстаграме, то она в шапке профиля, она там будет до тех пор, пока я веду этот эфир, поэтому все сейчас заходите туда и сохраняйте ее себе. Ну, там, опять же, давайте 10 минут я оставлю после эфира, чтобы вы сейчас не прерывались. Про наказание расскажу, но не сейчас. Значит, по поводу физического развития сейчас еще пару слов. Геометрическим фигурам тоже не сейчас, тоже будем это все разбирать. Опять же, на практике все это есть, сейчас немножко не то. Запоминание и повторение – это тоже классная штука, как предыдущая, причем радио и телеведущая, спасибо. Я просто разговариваю много и очень много классной информации, которой так хочется с вами делиться, что вы себе просто не представляете, насколько оно сильно упрощает вашу и жизнь детей. Итак, физическое развитие, да, опять же, делим его на две части. Практика, я сейчас не буду о ней говорить, практика, она у нас в полных практических курсах, есть курс 0.12, есть 1.6, и она не требует никакого дополнительного оборудования. Но сегодня я с вами хочу поговорить о дополнительном оборудовании, которое вы можете добавлять по желанию. То есть, практика без оборудования – это все понятно, это, если хотите, практику. Сейчас мы говорим про доп. оборудование, которое вы могли бы докупать домой, если бы вы хотели, допустим, какие-то дополнительные штуки добавлять. Итак, сегодня вспомогательное спортивное оборудование. Пишите, кто смог открыть антикарантинку и конспект, кто видит. Кто не видит, вам надо будет его потом открыть, потому что я вам приготовила там кучу картинок, о которых я сейчас буду говорить. Домашние спорткомплексы. Есть маленькие спорткомплексы для малышей от 0 до 5 лет. Пишите, скажу честно, младшие 4,5, старшему 6,5, они до сих пор не слазят с этих комплексов. Вот переменка в школе открывается. Ой, не могу открыть. Смотрите, возможно, просто параллельно с эфиром вы не можете его открыть. У вас в шапке профиля в Инстаграме оно есть, как только закончится эфир, я окей, оставлю на 10 минут еще эту ссылочку. Вы сможете ее открыть и там просто нажать на кнопку в шапке профиля. Это несложно. И там будет полностью вся эта страничка, будут все видео, конспекты и все остальное. То есть, чтобы вам было удобно и все было в одном месте. Запомните ее один раз, эту страничку, и вам не придется каждый раз это все искать. Там будет конспект, написано день-два, конспект, то есть это все будет. И дальше там будет обзор всего того, что я сейчас вам показываю и говорю. Домашние спорткомплексы. Они могут быть, да, скидывается эфир, а закончится эфир, зайдете туда. Не грузится, видимо, во время эфира. Значит, домашние спорткомплексы. Могут быть L-образные, которые складываются вот так и ставятся в угол и не занимают место. Могут быть P-образные, для них есть рукоход. Там, на самом деле, рукоход это очень важная штука, классная штука для развития мануальных навыков. Домашние спортивные комплексы, это может быть шведская стенка, и на ней огромный-огромный рукоход. Вот у нас, например, и такой маленький есть, и шведская стенка, на которой дети ходят на рукоходе, развивают руки. А вот эта вот мануальная часть, мануальные навыки, о которых я все время говорю, из принципа БМП. Кстати, кто запомнил фразу принципа БМП и что это такое, кто знает, пишите плюс. Потому что я уже, наверное, сотни раз все это рассказывала, но, наверное, есть те, кто не знает. Значит, мануальные навыки, вот эта вот зона руки отвечает за речь. Поэтому ее обязательно развивать с момента рождения. Там эти упражнения меняются, и, ну, когда ребенок становится старше, там они просто добавляются другие, новые. Но вот эта зона отвечает за речь, за письмо, за мелкую моторику, за миллион всего. Поэтому, пожалуйста, не забывайте о турничках, о всяких таких штуках, о рукоходах. И да, те, у кого есть правильное пространство дома сейчас спортивное, тем легче намного переживать. Вот у нас будет тоже скоро эфир на телевидении. Мы подготовили эфир по правильному спортивному пространству, поэтому тоже сделаю пост на страничке своей. Там тоже об этом рассказываю. Нету, допустим, рукохода, нету места. Можно как минимум повесить турник над дверью и спустить кольца, трапецию, качели, что угодно. Оно важно для развития рук вашего ребенка. От этого будет зависеть то, как он будет учиться. И вы знаете, я всегда говорю и повторяю, если вы не хотите потом заниматься решением проблем, то с момента рождения занимайтесь развитием ребенка. Потому что не бывает такого, что вы не занимались, не занимались, бац, пришли в школу, все окей, да? Даже если ваш ребенок тянет в школьное обучение, вы не знаете, может быть, он тратит 100% ресурсов или 95% ресурсов вместо 10%. И это истощает его здоровье, организм, его нервную систему и все такое. Поэтому, чтобы мы не делали нагрузки на здоровье, на нервную систему, на психику ребенка, на все остальное, заранее готовьте своих детей. Для этого абсолютно не нужно много всего, нужно просто последовательно действовать. Итак, спорткомплексы, разобрались. Взрослые спорткомплексы, они тоже могут быть разные. Я, например, на эти взрослые спорткомплексы навешиваю и TRX, ну и все, миллион всего. Поэтому, да, это классно. Мануальные навыки, это трапеции, кольца, турники, лестнички, горки, все это развивает мозг. Потому что ребенок, даже заползая на лестничку, он думает, что делать. Знаете, сейчас мы с вами опять же говорим только про доп. оборудование. Все эти же штуки можно делать вообще без доп. оборудования, но для этого нужна программа. Программа, опять же, не школьная программа, а программа по школам мировых вот этих специалистов. Она есть в полном курсе, там много упражнений, поэтому мы просто физически с вами не успеем это проходить на вот этих вот всех коротеньких урочках. Трапеции, кольца, турники, все это важно. Кольца и трапеции, это все можно, в принципе, навесить над дверью где угодно, то есть это не проблема. Даже если нету негде это все повесить, берем любую деревяшку и приучаем ребенка хвататься за эту деревяшку, и папа может приподнимать ребенка. Если мама еще может, пускай мама приподнимает. Ребенок должен тренировать свои руки. Почему? Все просто. Да потому что вот эта зона мануальной навыки, вот эта зона кисть, локти, плечи, все это влияет на письмо. Если не закачаны нужные группы мырс в руке вашего ребенка, почерк будет корявый, ребенок будет скидывать миллион сил на то, чтобы это все сделать, ну и в школе ребенку будет сложно. Сложно, иногда визуально вы будете прямо видеть, что он не успевает, а иногда вы визуально не будете видеть, но ребенок будет кучу сил тратить, часто болеть и, опять же, да, истощаться и уставать. То есть мы этого не хотим, естественно, мы все думаем о здоровье, поэтому делайте это сейчас, особенно пока карантин. Дальше, трапеция, турники, рукоходы, все это можно использовать. Теперь горки. Горки абсолютно простые, деревянные горки, они, по-моему, там, ну, стоят от 10 до 20 долларов, если покупать их отдельно. Нет возможности это купить просто любой строительный магазин, ну, конечно, сейчас уже, пока изоляция, уже вряд ли кто-то поедет в строительный магазин, но это любая деревяшка, которую залакировали, чтобы зацепок и не было никаких проблем у ребенка. И все, под углом. Почему она крутая? Когда ребенок съезжает, развивается вестибулярный аппарат. Когда ребенок заползает, развивается мозг. Когда ребенок ползет и держится руками, развиваются мануальные навыки. Целый комплекс всего того, что развивается у ребенка, когда он тренируется, спрыгивает, заползает и тренируется на этих горках. Поэтому, да, это тоже можно использовать. Когда можно приподнимать ребенка на палочке. С какого возраста это можно? Значит, смотрите. Вообще, если вы тренировали мануальные навыки ребенка с рождения, то есть у ребенка, когда он рождается, у него хватательный рефлекс. Хватательный рефлекс он... То есть ребенок хватает рефлекторно, но он мозгом не контролирует действия своих рук. То есть это как аватары. Наши малыши рождаются, они как аватары. Они не могут еще мозгом контролировать все тело. И наша с вами задача, почему я все время говорю про нейрофизиологию, наша с вами задача, она важна для того, чтобы ребенок отработал хватательные рефлексы, чтобы его, опять-таки, все это интегрировалось в мозг. То есть, скажу грубо, но будет понятно, чтобы ниточки от мозга протянулись каждой мышце, каждой части тела. Чем больше этих ниточек протянется, тем круче будет развит ребенок. Ну, образно, да, понятно, что это не ниточки, но чтобы всем было понятно на простом языке. Так вот, с рождения хватательным рефлексом ребенок пользуется, тренируется в одном направлении. Потом с шести месяцев он уже может хвататься за турнички. Но, опять же, смотрите, не может быть никаких тренировок без подготовки и без понимания того, что вы делаете. Почему? Да просто банально, если вы потянете за руки ребенка, у которого не закачаны группы мышц, вы просто можете сделать вывих руки ребенка. Это частая проблема, знаете, как эффект ребенка на льду, когда взрослый держит ребенка за ручку, ребенок идет по льду, он подскальзывается. И что делает родитель? Он рефлекторно тянет руку ребенка наверх, чтобы ребенок, ну, как бы, да, вы понимаете, чтобы ребенок не упал, чтобы устоял. И что происходит? Вывих плеча. И такая ситуация, ну, очень часто, я думаю, что вы наблюдаете и за педиатрами, и за массажистами, очень часто такая ситуация, если родитель делает это неправильно. Поэтому вот так вот просто вот сказала Алена, да, и надо делать, то нет, надо обязательно понимать, что вы делаете, чтобы не навредить. Главный принцип не навреди. Книжки ребенку в 9 месяцев. Книжки ребенку в 9 месяцев должны быть вот такие, как я вам показывала. Твердый переплет, щупательные книги и много сенсорного опыта. Ваши дети учатся через физический опыт. Поэтому, если вы усадите ребенка и будете ему скучно показывать, да, картинки гола на дом, она классно, клево, но они должны быть в адаптации, потому что ребенок должен ее пожевать, потрогать, помять, пощупать. Вот тогда он учится. Посмотрите на своего ребенка. Он хочет исследовать мир, он все ковыряет, он разбирает, грызет, трогает и так далее. Вот, поэтому тут должен быть правильный подход. Вот, если ваш ребенок с детства тренировался, да, то с 6 месяцев и так далее, то есть в полтора года ребенок уже будет сам ходить по рукоходу, в принципе, да, то есть это все возможно. Но опять же, кто занимался, кто пропустил и упустил, обязательно догоняйте, потому что вы заведомо закладываете проблему ребенка в школе, это плохо. И вы знаете, вот когда ребенку сложно учиться, это, ну, как бы расстройство, да, на тему того, что где-то что-то не получается, это влияет на психологическое состояние. Я неудачник, у меня не выходит, я не успеваю, ненавижу я вашу учебу и так далее. И очень многие родители, знаете, что делают? Они делают ошибку. Вместо того, чтобы первые 6 лет жизни провести эффективно и правильно, занимаясь правильной физической активностью и деятельностью, они что делают? Учат буквы, цифры, там еще какие-то интеллектуальные штуки. Но энергии и силы времени у ребенка лимитированное количество. Если вы слили это время не на то, то ваш ребенок придет в школу не готов физически, его мозг будет функционально не готов к процессу обучения. Зато мама толкнула кучу всяких интеллектуальных штук, поймите. Я вам показывала всегда, я на многих лекциях показываю айсберг легкого обучения. Все просто. Если вы подходите к развитию ребенка с правильной стороны, то есть с нижней части айсберга, тогда ребенок будет моментально все запоминать. Я просто вам скажу уже, ну понятно, что есть опыт школ, у которых более 30 лет, стажа, но я вам даже по своим детям могу сказать, они все вот так вот ловят на лету. И это не только мои дети, это все дети ваши. Они при рождении обладают просто невероятным талантом. Вы себе не представляете, какие у них возможности. Но какие-то моменты, когда мы не развиваем, они опять-таки проходят. Если упустили время уже 6 лет. Смотрите, вот всегда на такую историю я хотела бы сказать, да, там можно вернуться, полностью все переделать. У меня нету машины времени. И да, важно ловить этот момент. Потому что, когда приходят потом родители и говорят, вот такая проблема, они концентрируются, не учатся, не заставляются, не хочут. Да, я не могу ничего сделать, мы не можем вернуться назад. Что могу сказать, надо было делать это вовремя, когда это эффективно развивается. Сейчас корректируются какие-то направления. Корректируются, действительно, чуть-чуть корректируются. В полном объеме ребенок уже не может иметь такой огромный потенциал, как он мог бы иметь, если бы все было делалось правильно. Но какие-то вещи однозначно корректируются. Вернуться назад, переформировать мозг мы не можем, увы. То есть этого мы не можем сделать, и мозг начинает формироваться. Да, я это показываю на других встречах. Опять же, он начинает формироваться, потом формируется правая часть, потом левая, потом лобная. Вот когда сформирована лобная часть, ребенок готов к процессу обучения. Если вы своего школьника в первом классе сдаете, у него не готова лобная часть мозга, вот тогда у него будут проблемы, им будет очень сложно учиться. И когда задают вопрос, когда сдавать ребенка, у меня вопрос, как он провел первые 6 лет жизни. Если он провел эффективно первые 6 лет жизни, тогда супер, тогда ваш ребенок готов. И он может идти в 6 лет в школу. Опять же, с учетом того, что у него также социальная адаптация прошла правильно. А почему я говорю про социальную адаптацию? Да потому что ребенок, который много знает, много умеет, он более дружелюбно относится к другим детям, он легче адаптируется в социуме. И это значит, что ему легче адаптироваться в коллективе. То есть не должно быть слишком большой разницы в возрасте. Например, когда ребенка пятилетку сдают к семилеткам, это плохо, потому что ребенку такому будет сложно адаптироваться. Тут еще сознательность, ответственность. Это все влияет очень-очень-очень комплексно на все то, что будет чувствовать ваш ребенок в школе. Но самое главное, это, конечно же, физподготовка. Как могу прослушать пропущенные лекции? Первое. Напомню, что у меня пришел ребенок, взял книгу и все, все стихи рассказывает. Зато рядом со мной отлично. Это очень здорово, круто, если у вас есть коммуникация с вашим малышом. Так вот, да, скажу еще раз, что если вы физически развиваете ребенка правильно, то есть у него хорошо развивается мозг, хорошо развиваются органы чувств, будет все ловить на лету и так, без вот этих вот вталдычиваний. Но очень многие родители пихают эту информацию через силу, да, они развивают мозг, не развивают органы слуха и через силу пытаются там что-то запихнуть в этот маленький мозг, да, и при этом идет что? Перегрузка ребенка, надрыв ребенка. Ребенку вы можете там просто сделать так, что он не будет вообще любить этот процесс обучения, ну и так далее. Ну и, соответственно, это нехорошо. Если вы начинаете с правильной стороны, все будет ловить на лету, поверьте, это я уже по своим вижу. Прослушать пропущенные лекции. Смотрите, если вы хотите конкретно по нейрофизиологии, развитию мозга и тела, то у нас вообще есть бесплатные лекции для тех, кто, ну, включается в эти процессы. Сейчас на антикарантинках мы с вами разбираем поэтапно те вопросики, которые вас волнуют. Договорю по поводу пространства. В шапке профиля я тогда попрошу, знаете что? Очень активный неусидчивый годик. Вы можете пройти бесплатный тренинг. Давайте я тогда в антикарантинке добавлю ссылочку на нейрофизиологию, потому что я вижу, что многие из вас хотят нейрофизиологию тоже прослушать. Добавлю туда, просто вам нейрофизиологию, вы сможете бесплатный тренинг дети прослушать. Возвращаемся к нашим горкам. Итак, лестнички. У кого есть стремянки дома? Любые стремянки, лестницы, какие-то эти баррикады, пока вы на карантине, вам нужно организовать пространство для ребенка, нестандартное, интересное, увлекательное и физически требующее взаимодействие. Мои дети учили математику в два года на стремянке. Берешь цифру или какую-то штуку, заползаешь на стремянку, то есть физический опыт, физическое развитие, приклеил цифру, супер. Назвал, не назвал, отлично, что-то сделал. Потом спускаешься вниз, говоришь задание, принеси букву А, заклей ее туда, эстафета, делаем то-то-то. То есть если вы вовлекли в эти процессы тело вашего ребенка, тогда супер, вы можете отдавать любую интеллектуальную информацию, абсолютно, неважно. Если ребенок не садится с вами рядом и не читает с вами книгу, что вы делаете? Вы начинаете давать ему больше движения. Я тоже делала пост у себя на страничке по поводу того, как моя дочка прыгала и рассказывала стишки. Ребенок часто в движении может это все запоминать лучше. Это первое. Второе. Когда вы, невзначай, вот сидит ребенок, ковыряется с лекой, а вы ему там какую-то песенку напеваете, вы знаете, что на него откладывается? Абсолютно не обязательно заставлять, усадить, словить, посадить, обездвижить ребенка, потому что что происходит? Природа-то ему прописала другую программу. Двигайся, развивайся, трогай, щупай, жуй, грызи, ломай и так далее. И вот так он максимально быстро учится. А если вы собираетесь его усадить, так не получится. Он будет от вас убегать, будет стараться освободиться. Это та причина, по которой дети выкручиваются из коляски, потому что подсознательно природа говорит, убегай, освободи себя, двигайся, только так ты будешь развиваться. Если этого нет, то дети могут капризничать, плакать, убегать, выкручиваться из стульчика для кормления и так далее. То есть тут нужно просто правильный подход к процессу обучения. Поэтому те, у кого есть стремянки, стулья, столы, диваны, и вот сейчас самое время все это разложить по всему дому. И вы знаете, я всегда говорю, что вот на период, когда ребенку до 6 лет, важнее в комнате спорткомплекс, чем в диван-гостевой комнате. Почему? Да все просто, потому что если ваш ребенок правильно проведет первые 6 лет жизни, это будет хорошо развить ребенок, очень, опять-таки, сознательный, самостоятельный. И самостоятельность тоже приходит через физический опыт. Почему? Все просто. Не получалось заползти на стремянку. А вот теперь мама поставила стремянку, еще и помогла, еще и поддержала, и у меня с ней эмоциональная связь. Я смог сделать 3 шага, забраться на эту стремянку. Я победитель, у меня формируется уверенность. И вот это вот очень круто. То есть вот все это в комплексе, когда вы это все рассматриваете, вот это развитие гармоничной всесторонне развитой личности, которая в любом случае потом преуспеет в жизни. Неважно, какое направление этот ребенок у вас выберет. Но когда вы вот так вот сужаете, да, возможности ребенка, то это плохо. А когда у него и тут возможности, и тут, и тут, и тут, он же просто солнышком рождается. У него просто такое количество талантов, ну, что просто грех, да, не раскрывать эти таланты этого конкретного ребенка. Каждый ребенок невероятно талантливый, поэтому наш проект называется «Все дети гении». Я очень с многими детками работаю и прекрасно понимаю, что каждый из них невероятен. Если есть ступеньки дома, супер, отлично заползаем на ступеньки со ступенек. Если нет ступенек, есть только диваны, баррикады, построите вашему ребенку баррикады. Пусть он переползает через подушки. Если это ребенок, там, 6 месяцев плюс, если это ребенок, который уже переступает, навешайте таких ленточек между стульями и стульями, пускай и вы ходите по дому и поднимаете ноги. Да, вам может показаться неудобным, но, во-первых, классная подкачка ног, да, чтобы мы с вами не прилипли к холодильникам, что происходит на карантине. Вам тренировка, а ребенку просто мега-тренировка. Вот только представьте, ребенок, которому полтора года, который поднимает одну ногу и стоит на другой ноге в момент, когда надо переступить эту веревку. Вы вообще представляете, какое количество процессов происходит у ребенка в мозгу? Формируются нейронные связи, вырабатывается баланс, координация движений. Да там целый компьютер работает. Поэтому вот эти все штуки обязательно делайте. Баррикады, все, что можно делать. Фитболы у кого есть, тоже используем. Массажные дорожки. У кого есть массажные дорожки? Какие физические вправы рекомендованы для даты на один год? Смотрите, еще раз повторюсь. Если вы хотите конкретно практику, для ребенка полтора год плюс рекомендовано много физических вправ, которые каждая поэтапно развивает свой этап мозга. Поэтому это практика, это практический курс, он есть у вас на антитренингах. Я тоже поставила ссылочку, потому что вы часто спрашиваете. Не понимаете еще о чем идет речь, что такое нейрофизиология? Я добавлю сегодня вам в антикарантинке вот эти вот две ссылки на бесплатные тренинги. На младший 0.12 и на старший 1.6. Потому что я вижу, что очень многие даже не понимают, о чем мы говорим. Что такое нейрофизиология, развитие мозга и тела. Так, 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 вы вдохновляете. Да вы меня вдохновляете, мне все дети вдохновляют, это так круто. Так, с антикарантинками не открывается, сложно сказать. Почему? Возможно, потому что эфир. Если не открывается, смотрите, еще раз, у нас с вами есть коммуникация. В инстаграме, в директ пишите. И в шапке профиля есть ссылка. То есть не пишите в директ, если вы еще не тыкнули ссылку. После эфира я вам ее оставлю еще на 10 минут. После эфира в фейсбуке то же самое. Тыкните ее, когда закончится эфир. Тогда вы будете, вы сможете открыть. Ортоковрики, ой-ой-ой, фитбол и дорожки. Да, фитбол круто, на нем огромное количество упражнений, развитие баланса. Многие другие вещи. Ортоковрики, обязательная штука. Почему? Да потому что, ну, они вообще полезны для всех. У меня у детей перед кроватью стоит ортоковрик. Вот хочешь, не хочешь, встаешь, привет, ортоковрик для ножек. Так, если пишет ошибка 404, модератор, проверьте, пожалуйста, почему пишет. Еще раз повторюсь, может быть, это проблема из-за того, что у нас эфир. Значит так, ортоковрики классные, потому что на стопе есть огромное количество нервных окончаний. Когда ребенок прикасается к, то есть там, ну, целая карта всего того, что развивается. Когда он прикасается к определенным точкам на ноге, развиваются определенные вещи, да. Ну и плюс это массаж и это передача нейронных всяких сигналов, да, в мозг и так далее. Это классно, поэтому ортоковрики, ортовсякие штуки, массажеры, да элементарно, из домашних каких-то штук можно что угодно приготовить, да. Там положить там те же лего, например, и положить толстый коврик, чтобы не давило прям сильно, потому что на лего на ступе, а там можно и ногу порезать. Если толстый коврик на лего лежит, то рельеф есть, массаж ноги есть, но опять-таки нету травм. И я, например, у меня, например, есть мой коврик, ну, не коврик, а, знаете, такая деревянная штука, такой массажер, пятки тоже массажировать и ножки, стопки, это очень круто. Нужно, чтобы босиком ходило или носочках, тоже нормально. Смотрите, маленькие дети, они не в состоянии походить по ортоковрику. Например, годовалый ребенок, он только учится ходить, он не будет ходить у вас по ортоковрику. Он не сможет заползти у вас на гладиаторскую сетку, ноге больно, стопе больно, стопа не готова. Поэтому для пупсиков, массюничек, таких, которые только начали ходить, это может быть, ну, вот знаете, такие есть резиновые коврики, они вот с маленьким рельефиком, таким еле-еле-еле видным рельефиком. Чем старше ребенок, тем более жесткий может быть рельеф. У меня, например, мои, ну, у нас, знаете, такой формат развития детей, дети должны быть грязные, свободные, на улице, и они должны познавать мир, у них должна быть максимальная свобода. Так вот, они у меня и по щебенке, и босы, и по траве, в общем, они бегают все лето, да, когда тепло, они бегают по разным рельефам, то есть мы в этом плане ноги детские не оберегаем, там, прямо так идеально, чтобы ничего там не прикасалось. Дети должны быть такие, знаете, закаленные. Поэтому, да, это круто, но тоже смотрите за высотой этого шипа или этой формы, потому что ребенку может больно быть. Стремянка входит в спорткомплекс арендец, стремянка это та лестница, на которую вы залазите, чтобы добраться до этого, господи, до верхней полки шкафа. Ну, то есть, я просто, понимаете, из чего я схожу? Из того, что мы сейчас с вами все закрыты дома, и вот все, что вы найдете дома, это из этого нужно построить крутое развивающее пространство для вашего ребенка. Но, опять же, повторюсь, вот все, что я сегодня вам рассказываю, это дополнительные штуки по желанию. Базовая программа Школы Раннего Развития, она не предполагает дополнительного оборудования, и там просто есть набор упражнений, которые готовят определенные группы мышц. Но сегодня я говорю вам конкретно о доп. штуках. Вот, спасибо, моя как раз, мастерочка, только годик исполнился. Ну, отлично. Я мячиком массажным катаю по стопам два месяца. Отлично, тоже это классная очень штука, да, главное, чтобы ребенку нравилось. Так, антикарантинки откроются, когда закончится эфир. Музыка Сузуки у вас в практическом курсе, который вы проходите, она есть и в 0.12, и в 1.6. Заходите на новую платформу, с правой стороны дополнительные материалы, они доступны пакетом стандарт, премиум ВИП. И там целый набор музыки Сузуки. Я думаю, что я сделаю еще отдельный урок вам по поводу музыкального развития со самой Сузуки. И это настолько невероятно важно, это настолько учит ребенка учиться, развивает его внимательность, концентрацию внимания. Ну, просто. Я сейчас кайфую со своими детьми. Я настолько рада, что всем мы этим занимаемся. Артопазлы очень крутая вещь. О, видите, артопазлы, говорите. Советы у меня малыха по сетке с 10 месяцев ползать. О, круто. Ну, видите, у меня, например, детки по гладиаторской сетке начали ползать где-то после года. До года они ползали в тапках, потому что ставя ножку было некомфортно. То есть, опять же, зависит тоже от маленькой ножки. Так, так, так. Не знаю, мне пишет модератор, что все открывается. После эфира надо открыть. Итак, мы с вами уже будем скоро заканчивать. Островки для прыжков. Что делаем? Берем носок обычный и делаем эти, господи, сенсорные мешочки. Берем носок старый, засыпаем туда гречку, макарончики, рис, что угодно. Завязываем так вот покрепче, и вот вам сенсорные мешочки, которые можно кидать, перекидывать друг к другу. И тут тоже очень много всяких штук развивается. То есть, координация движений, ощущение времени, там миллион всего развивается, когда вы занимаетесь этими штуками. Если вы чуть-чуть насыпали, то это могут быть как коврики, не коврики, а островочки. Ребенку прикольно по ним прыгать. Ну, если это, например, гречка, то оно не больно в ножку, но при этом ребенок играет в игру, это море, а я по островочкам прыгаю и так далее. Так, какого возраста стоит покупать талакар или велобег ребенку? С годовалого возраста можно уже покупать пупсобег. Это такая штука, у которой, ну, пластиковый пупсобег, у которого колесики находятся близко друг к другу. Они узенькие. Этот обзор у нас тоже есть на практике. Он маленький, он довольно стабильный, но он не такой стабильный, как широкая машинка, да, потому что широкая машинка, она не развивает баланс. С годовалого возраста ребенок катается на вот этом пупсобеге. С полутора лет ребенок может переходить на большой велобег. Так, где-то полтора-два года можно добавлять самокат. Почему самокат не нужно делать сразу? Потому что это односторонняя нагрузка, то есть односторонняя нагрузка, одна нога толкается, другая стоит. Это то же самое, что теннис, который будет дальше, сноуборды, на которых нельзя кататься на одну сторону. Сделал один спуск на левую ногу, следующий должен быть на правую. И многие-многие такие штуки. То есть тоже вот перед велобегами, самокатами, роликами обязательно консультироваться у ортопеда. Почему? Потому что некоторые дети заваливают ноги внутрь, некоторые ставят их неправильно. И вот эти все виды спорта, они только усугубляют процесс деформирования стопы и ноги. Поэтому обязательно советуемся с специалистами. По поводу всяких таких толкалок. Я против толкалок. Почему? Потому что ребенок в этот процесс не включается, по сути толкает мама. И это, знаете, как гиперопека, которая не дает ребенку развиваться нормально, свободно. Первую неделю, когда вы учите вашего ребенка кататься на велобеге, на пупсобеге, на чем угодно, вы прям вот так вот в согнутом состоянии держите его за руль и катаете по всему там дому, подъезду, по обратному там или где вы находитесь, да, где есть пространство, по улице, под домом и так далее. Через неделю ребенок становится более уверенным, чувствует, у меня получится, и потихонечку уже начинает сам передвигаться и двигаться. Моему малышу 5 месяцев, что можно ему, он еще не может переворачиваться. Вот смотрите, касательно практики, конкретная практика в практическом курсе 0.12, там очень много разных факторов. Значит, ребенок, который развивается, нормальность рождения развивается, он в 2-3 месяца уже стабильно держит голову, ну, даже там раньше, да, получается. Потом в 4, приблизительно, 4,5 переворачивается за спины на живот и обратно, в 5 месяцев ползет на животике по-пластунски, как солдатик, в 6 месяцев переходит на четвереньки, да, и ползает на четвереньках. В 6,5-7 сам встает, не вы его держите, это большая разница, форсировать события ни в коем случае нельзя, потому что это нагрузка на спину, а он сам подкачал нужные группы мышц благодаря правильным тренировкам, и сам встает, и в 9-10 сам ходит. Сам ходит, это не вы держите его за руку и смещаете ему центр тяжести, а ребенок реально сам ходит, благодаря тому, что он развивает свой баланс, то есть его баланс работает. В этом плане все очень, ну, эффективно получается. Так, со островками для прыжков разобрались, идем дальше. Массажные балансиры, все это тоже есть. Теперь по поводу чтения, ну, смотрите, я это сейчас не буду рассказывать вот прямо сейчас, потому что у нас с вами вышел тайминг уже 3 раза. У вас этот конспект будет, я свотографировала там, каким образом мы пользуемся, какие у нас зоны для чтения. В зоне для чтения должны быть полочки, которые в доступе у ребенка, и книжечки должны быть вот так вот, посадиками, обложечками, да, то есть это не просто вот такая книжка, и непонятно что это, а вот так вот она должна стоять и интересовать ребенка. И помните, что дети сами по себе ничего не делают. Привлекаем внимание ребенка, подходи, давай, почитай, читаем быстро, лаконично, активно, с активностью, с мимикой, и делаем это не больше 5 минут, и потихонечку вот так вот приучаем ребенка. Можно также изучать много географии, это разные, всякие там картинки, всякие там штуки, то есть это пространство, которое вы организовываете, это могут быть тематические недели конкретные. Можно, опять же, да, развивать логику, конструирование. Вот, кстати, кубики, лего, это все очень круто. Почему? Даже кубики тоже очень круто, потому что кубики нужно выставить так, чтобы они не упали, там баланс, это геометрия, это вообще, в принципе, восприятие пространственное. Вот сейчас у меня дети, например, вот то, что я говорила, онлайн-программки, которые они проходят, они развивают логику и 3D-мышление. Так вот, 3D-мышление круто развито, потому что ребенок, видя вот такую какую-то конструкцию, он понимает, что если я даже не вижу кубик, который там стоит, то он там в любом случае стоит и так далее. То есть, ну, 3D-мышление, это, в принципе, там, развитие логики и воображения и всего остального. Так, и Инстаграм сейчас выключится через 20 секунд. Напомню, что у вас есть конспект в шапке профиля, 10 минут я его не буду удалять, поэтому сейчас он закончится, этот эфир, и просто перейдите туда, откройте. Там же вы посмотрите, как мы организовали творчество, каким образом у нас это все организовано, ну, в плане, там, развития вот этих творческих способностей, развития моторики. Ну, и что у нас тут еще? Общее знание, которое можно делать через картинки Глана Домана и так далее. Все это у вас есть в этом конспекте. Инстаграм у нас выключился, у него закончилось время. Фейсбук тоже сейчас будем выключать уже. И напомню, что вы можете просматривать видеозапись этих карантинок, антикарантинок, они у нас будут бесплатные. Пока сейчас такая ситуация, я буду с вами встречаться 3 раза в неделю, это абсолютно бесплатно, и вы можете включаться в эти процессы. Буду добавлять вам эти все материалы. Еще раз прошу администраторов чат нашего Фейсбука кинуть сейчас эту ссылочку, сохраните ее себе просто как постоянную страничку, и на ней у нас будут появляться все эти бесплатные материалы. Включайтесь, выполняйте домашнее задание, я сегодня тоже его вам озвучу. И кто такой у нас самый активный, тем мы будем раздавать рыбы, потому что мы хотим вас мотивировать к тому, чтобы вы меняли свою реальность. Все, на сегодня я с вами прощаюсь, я была очень рада всех вас тут видеть, вы большие молодцы, что включаетесь в процессы занятий, и, конечно же, до встречи. Все, пока!